Привет и атрибуарно! У Сын Дука вышел новое видося, называется Потерянный мульт про Карлсона И я смотрю, короче на первую пикчу и офигеваю потому что Карлсон дымит, Карлсон, я так понимаю что бывает, это как-то не Карлсон, это какой-то я не знаю, это ну вы поняли, давайте ролик посмотрим, думаем будет что-то интересненькое, поехали! Кто это такой? Это Карлсон! Как известно про Карлсона было снято два советских мультфильма про знакомство с малышом и про противостояние дома мучительницы помню такой помню а художниками-постановщиками были Анатолий Савченко и Юрий Бутырин однако мало кто знает что существует еще и третий мультфильм созданный этой же командой он вышел в 1571 на следующий год после премьеры второй части Карлсона А, да ладно, типа продолжение? Долгое время о нем ничего не было известно Знаете, он похож на кого? на лепрекона какого-то, блин, ирландского Максимум можно было наткнуться на пару кадров из старой рекламной книжки Союзмультфильма и ознакомиться с его кратким описанием на сайте базера 9 минут 12 секунд Называется мультфильм Сердце Снят по заказу Всемирной Организации Здравоохранения Серьезно что ли? Серьезно? И рассказывает о кардиологии с пометкой для взрослых Нифига себе, взрослый Карлсон Звучит интригующе, единственная зацепка возможна Хе-хе-хе, только там ничего клубничного не будет 100% И причастности Карлсона к этому проекту был только кадр с персонажем сильно напоминающим известного любителя варенья только в более изысканном костюме и в забавной зеленой шляпе Кухня, кстати, тоже почти один в один из мультфильма о Карлсоне И все это наводит на мысль о том, что авторы могли просто повторно использовать свои предыдущие наработки Да я не знаю, она же отличается Ну типа такие же примерно эти висят, как его называются в тарелочке, а все остальное Большого фестивального проекта Сердце, по нынешним данным, никогда не транслировали по телевидению, и уж тем более никогда не выпускали на кассетах или дисках для домашнего просмотра. В показ осуществлялся всего пару-тройку раз на международных фестивалях для ограниченного круга лиц, причем в Югославии и Болгарии режиссер даже получил за этот мульт награды Нифига себе, прикольно, повезло На протяжении последних пяти... У- ben Эгмен 50 лет мультфильм считался потерянным Но на днях наконец-то нашелся За что спасибо Игорю Журавлёгу, которому также помогли Аликс с рутрекером, Михаил Подольский и Пётр Амелин Я ни- никого из них я не знаю Наверно просто какие-то я абсолютно случайно наткнулся на это сокровище на древнем полу живом форуме про анимацию причем прямо в тот самый момент когда его вы кто в наше время лазит по формам сын дух не холодное сердце не храброе сердце на поверку карлсон вдруг оказался вполне себе приквел карлсон ну по крайней мере в моем хэд каноне главный герой действительно вылитый карлсон его риса где-то немного вали те же художник бы ну больше и фильм создавал тот же режиссер так что давайте представим что это правда будущий обитатель крыш только пока что он без пропеллера и ожирение а наоборот здесь он худой я думал здесь огромный корончик живет в одиночестве ведет обычную жизнь среднестатистического гражданина проснулся улыбнулся умылся помылся сходил на работу вернулся домой поел лег спать фига себе он кушает джелу файк по кругу некоторые подробности его быта показаны даже с особым вниманием где фига себя чела вполне устраивает его простая жизнь после работы он любит хорошенько покушать вы видели они просто сами распаковались приготовили я тоже хочу такую еду вкуснятинки это дело бутылочки чего-нибудь крепенького сверху поливнуть большой кружкой пенного и вот это вот теперь он стал карлсон к этому моменту в герое уже отчетливо узнается образ карлсона не хватает только озвучки ливанова а так те же ручонки с пеньками вместо пальцев но нет мне кажется здесь все-таки побольше стажа мимика тоже любовь нажраться на жрату в прямом переносном смысле этого слова когда начинают проявляться первые побочки такого образа жизни на себе странно колодится ночью организм просыпается страна и коты еще и пуговицы на одежде перестают застегиваться это точно не мультяшная версия кита с брендоном фрейзером как это страшно выглядит хорошо что этот фильм не смотрела не собираюсь моторчик тоже барахли только ему с болью помогала справляться варенье они сигареты а пока выкурился варенье микас все-таки будет не такое же но тоже полезно там же дофига этого всякого всякого разного сахара но ягод хотя бы есть уже что-то полезно и полегчало вроде бы а вот ваше курение зачем так это кардинально пора опять на работу только челик в этот раз так сладко подремал что проспал ее к чертям о чем ему сообщил недовольный шеф по телефону моментально оформив увольнение за один раз бедный карлсон хорошо что сегодня с помощью телефона можно не только принять злобного босса но еще и покупать билеты в кино театры и на концерт думаете в особенно у вас плохо с дисциплиной мистер карлсон это почему эти в особенно холостянская идиллия карлсона продолжает разваливаться настроение знатно подпорчено нервишки сдают в такой ситуации людям со слабой силой воли легко сорваться и не дай бог вон запой герою на все глубоко по барабану вновь звонящий телефон теперь вызывает только раздражение вот он стал бы таким злым как будто криминальный босс какой-то поступающий стресс он топит в алкоголе и безостановочно пыхтит все что ему чтобы его просто оставили в покое так может быть они звонят сказать тебе то что они ошиблись как бы чувак это еще не уволен вот покой наконец обретен это не смешно душа покинула тело и карлсон впервые полетел они тут приведение просто скрыли далеко он успел пока улететь на своих ангельских крыльях потому что очень вовремя подоспела скорая помощь а как она узнала что он одинокого затворника появляется женщина чудодейственное средство против вредных привычек и саморазрушение ну не всегда обычно наоборот курение охренеть вот тут у него там дофига силовой теперь только зож моменты герой пробит блин нравится жарится и буквально цветет но счастье длится недолго она устра настроена не особо романтично все-таки обидно чисто по работе приехала и вообще не пора на другой вид блин жалко на самом деле а я уж надеялся что у него все наладится ушел а сейчас будет рецидив кино пошел финал остается открытым и зрителям приходится только гадать времени пройдет прежде чем корни карлсон снова вернется к бутылке и юный ты мне кажется уже там и умрет уже по-настоящему посыл мультфильма ясен вроде бы здоровье если не хочешь сдохнуть коротко ясно нормально если не хочешь сдохнуть такой класс так девушка тебя бросила вы не была твоя жизнь ты можешь любую секунду остаться без работы и сдохнуть вот этот ближе наверно кисти в целом мораль тут довольно серый да и нам важнее другое как это вяжется с карлсоном реальная предыстория карлсона окутана тайной и существование этого героя подавалось как данность что в оригинальной книге астрид лингрен что в советской экранизации ты на самом деле это скучненько ну я я думал предыстория есть ходила хоть где откуда взялся этот маленький летающий мужичок кто он продвинутый робот инопланетянин или просто галлюцинация вариантов фигасе бедную ображаемым другом малыша всегда выглядел как наиболее логичное объяснение тем более в том же бойцовском клубе похожий прием ни у кого не вызывал вопросов никому не рассказывайте бойцовского но если брать или как там было я не смотрю внимание этот мультфильм карлсон раскрывается с новой стороны хотите заняться и дедукцией за эктоплазменная сущность четвертого класса карлсон объект cmf карлсон это призрак предыдущего жильца квартиры где ныне обосновалась семья малыша кишка кухня выглядит практически и ты пошла с поправкой на небольшой ремонт который пришлось сделать новым хозяевам при жизни карлсон миг мурадеж по коже побежали постоянно переедал из-за чего и начались проблемы с сердцем самый больной в мире человек его дух также зациклен на обжорстве тем еще осталось немножечко варить он без конца требует у малыша разного рода угощение летает не благодаря пропеллеру а благодаря своей призрачной природе еще своих ангельских крыльев у меня реально больше по коже висит вот так это выглядит прям очень страшно врагин бог не ошиблась когда подумала что перед ней приведение беспокойная душа умершего искала любовь после того как его отвергла медсестра разбитое сердце стало еще уязвимее и алкоголь с курением сделали свое тело но когда карлс такого хрена так страшно-то убила фрэкин бог его дух наконец-то смог отойти в мир иной растворившись навсегда но обещал вернуться ладно я просто немного заскучал под но это все равно хрене нужно звучит и логическим рогично довольно красиво и детали противоречат этой теории во первых в мультфильме сердце все происходит внутри собственно сердца это просто иллюстрация прогрессирующего кардиологического заболевания а то что герой похож на карлсона ну короче говоря это не настоящий человек по всей видимости просто решили использовать уже имеющийся у них образ было легче рисовать и благодаря этому мы увидели как герой детства бухает и курит спасибо что выбрали самое печальное что борис степанцев так и не успел снять настоящую третью часть карлсона а должна была бы что ли сначала он ее откладывал потом просто потерял к ней интерес и увлекся другими проектами а в 1983 году умер в возрасте 53 лет от инсульта жалко его я бы на самом деле посмотрел с удовольствием 3 часть карлсона между прочим у степанцева это не единственный мультфильм про вред алкоголя еще задолго до карлсона в пятьдесят четвертом году самой первой работой режиссера была кукольная социалочка злодейка с наклейкой в коротком фильме пол литровая бутылка с мерзким хлебалом полулитровый бродит по колхозу и соблазняет местных работяг почему для заказухи от всемирной организации здравоохранения была выбрана не эта бутылка образ карлсона мы скорее всего уже никогда не узнаем это криповый что-то мне подсказывает дело в том что бутылка просто не обрела столь огромной народной любви хотя это конечно с какой-то мультфильм сердца считался единственным потерянным в фильмографии режиссера бориса степанцева прям единственная может быть еще что потерянного просто но теперь этот пробел восполнен что безусловно отличная новость который ну типа про него кто-то слышал хотя бы вообще да это я надеюсь у меня получилось привлечь дополнительно интересно вообще целиком мульт я залью на свой дополнительный канал для этого ролика пришлось немного повозиться с апскейлом через нейросети и цветокоррекции чтобы картинка получилась более-менее сносный так что смотрите на здоровье блин видос офигенный получился суиндуку огромное спасибо за контентище это было ну интересно посмотреть потому что я не слышал реально о третьей части ну номинально третьей части первые две смотрел с удовольствием в детстве очень сильно любил карлсона хотелось бы увидеть вообще продолжение но увы и ах не получилось ролик крутой лайк уже поставил если вам понравилась реакция лайк подписка комментарии не забывайте прожимать бубенчики все интересующие ссылочки в описании с вами как всегда был реборн спасибо за просмотр пока